вот это вот называется апарт отель отель с апартаментами в котором мы сейчас живем вот такое вот здание трехэтажное а вот макси пицца это магазинчик в котором делают свежую пиццу и мы сюда всегда приходим покупаем пиццу имидин потому что вот рядышком есть еще одна там пицца можно сказать отстойная а вот напротив такой вот гостиничный комплекс с комарами в отличие от нашего отеля с апартаментами здесь вот так вот под низом сделаны парковочные места у нас же подземный гараж красивый красивый я как-то смотрел в интернете фотографии вот этих вот номеров в этой резиденции мурана они внутри красивые да вот еще и еще вот там море так это у нас рекламные афиши в общем у нас тут все в гостиницах все 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 в гостиницах не за несмотря на то что население три с половиной тысячи человек в этом городке гостиниц здесь ужасно много до магазина недалеко пройтись пешочком самое милое дело а вот еще целая куча апартаментов вот такая у нас контора и здесь люди снимают хаты и приезжают кто на две недели кто на неделю кто на месяц зависит от того какой у тебя денежный карман а вот интересный дом вилла моро каждый раз когда мы здесь проходим она напоминает мне вернее заставляет меня вспомнить рассказ герберта уэлса остров доктора моро как там мужик занимался в секции и делал всякие опыты над животными над людьми и это вилла блин никому уже нафиг не нужно сколько лет подряд вот за 10 лет и и так никто не отремонтировать а вот это у нас как раз и есть одна из туристических деревень вот это мостик который соединяет пардон который соединяет между собой две туристических деревни международную деревню и обычную туристическую деревню вот тут у нас гостиничный комплекс большой здесь есть гостиница здесь есть кемпинг для тех кто приезжает на собственных машинах в онмобилях а вот в этой стороне можно сказать бюджетный вариант вот такие вот домики и в этих домиках люди проводят по недели по две недели вот такая деревня тут и вот здесь еще одна гостиница трех звездочная в этой гостинице отдыхают местные итальянцы и очень-очень много машин с румынскими номерами чем это объясняется непонятно но каждый раз когда мы здесь соотношение итальянских и румынских номеров 50 на 50 фонтанчик вот сейчас мы пройдем мимо фонтанчика и воздух будет свежий а вот здесь городские бассейны я не знаю как это называется по-русски и это слово уже давным-давно забыл потому что практически никогда не использовал бада анлага если по-неевски вот бассейн то есть пардон фонтан вечером он будет еще светиться будет красивее да а а и велосипедики полчаса на таком велосипедике попитаться стоит 20 евро хотел бы кто-нибудь здесь в таком домике с таким огородом с маслинковым деревом с таким балконом и с такими соседями и с такими вот сосновики парисами вокруг дома кто хотел бы жить кто мне может подсказать это кто такой это что за фрукт что это за фрукт но он еще не созрел это не фонтанная площадь это филиал макси пиццы и магазин и люди ну и конечно же гостиницы гостиницы рядышком магазины электросамокаты все что душе угодно и то что может вам пригодится а может и не пригодится мы решили сейчас пройтись по магазинам потому что сумасшедшая дикая жара на улице на пляже естественно не позагораешь потому что можно сгореть обгореть и весь отпуск потом пошел на смартфон поэтому решили сейчас прогуляться по магазинам потом может быть еще вечерком пройдемся после того как сплаваем в бассейне и сходим на море сейчас мы идем в этот магазин уэрошпар осталось совсем немножечко мы в пути буквально ну сколько минут 20 от силы естественно по пути делаем установки потому что попадаются разные маленькие хорошенькие магазинчики со всякой мелочевкой это по всей центральной улице стоят вот такие вот сейчас стенды и на них старые гостиничные комплексы какие были и какими они стали вот такая вот красота кстати мы уже вышли из магазина у меня полный рюкзак продуктов полные сумки идем обратно в гостиницу по пути смотрим на красоту смотрим на магазинчики смотрим на такие сувениры такие сувениры интересно интересно сейчас сколько сейчас почти половина пятого вечера сейчас откроются абсолютно все мелкие магазинчики тряпочные сувенирные текстильные тогда собачка 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 вот кстати об атмосфере самый дорогой ресторан города самый дорогой ресторан города чтобы попасть в этот ресторан нужно записываться минимум за два дня вперед кухня хорошая в этом ресторане кухня действительно хорошая а вот ой какие машинки кстати эти машинки можно купить и можно поехать на этой машинке домой салон игровых примочек приставок автоматов люди выбрасывают здесь свои деньги это тоже забегаловка небольшая а он нас пошла полиция в облегченной форме так я вам уже говорил о том что вот в таких вот магазинах в пляжной зоне цены на продукты в два-три раза выше чем в магазине ойрашпар поэтому если вдруг вы приедете сюда в бегун отдыхать нужно самый крайний случай в таком магазине затариваться лучше потратить немножко больше времени на машине или пешочком пройтись зависит от того в каком районе города вы получите себе гостиничный номер и купить все в том большом магазине а это по-моему новый лёвушка по-моему старого лёвушка тут был вот такой вот один вот второй и по-моему старого лёвушка тукнули потому что у первого лёвушки там болты на которых мы прикручены здесь нету значит этого лёвушка поменяли и и